здравствуйте друзья отправляясь в дорожку начать письмо зачитаю пишите письма друзья иначе нечего будет зачитывать здравствуйте михаил пишу вам с украины просмотрела ряд ваших видео с огромным интересом я больше 20 лет служу в полиции года через три пенсия посмотрела эта женщина понимаю что в своей стране успешно реализовывать свои силы которых остается еще не на один год в возрасте старше 45 будет негде по натуре я трудоголик не могли бы вы посвятить один или пару роликов вопросу профессий профессии где может проявить себя человек извне проще говоря кем работают люди мигрировавшие в сша с постсоветского пространства пожалуйста если такое возможно в течение нескольких видео я обратила внимание на то что есть наши которые не могут подняться чем они занимаются как живут заранее огромное спасибо строю определенные планы относительно будущего и конечно же буду играть в лотерею но от имени нет ну вот значит такая такая вот героиня так и назовем героиня автор письма фактически два вопроса первое это чем заниматься а во вторых чем занимаются люди как живут которые подняться не могут вот у нас такие два вопроса ну что же давайте по первому вопросу чем занимаются люди так скажем за 45 у которых много сил что здорово и по американскому стандарту этому человеку еще 22 года от 45 до пенсии так что можно сказать целая производственная жизнь еще впереди то есть можно очень много чего начать и кончить но если здоровье есть силы настроение и так далее почему же нет я честно говоря немножко смущен вот тем что вам уж совсем прям делать нечего дома ну ну бывает такое чувство я я не знаю я думаю что в вашем возрасте и в вашем же положении есть люди которые и дома себя прекрасно чувствуют там этом дачу строят там можете видеть на этом себе строят другого строят еще что-то делать но не суть ну ну бывают 10 человек как бы вот не не видит такого применения себе и ради бога ну ну правда теперь следующий момент мое как бы глубокое убеждение состоит в том что человек преуспевает занимаясь тем что ему нравится делал мало быть варкоголиком то есть это безусловно очень сильное качество очень сильное качество которое помогает человеку прорваться или скажем так выйти на какие-то рубежи быстрее чем другие люди а а то и многие вообще не выйдут если они не не варкоголики трудоголики в общем это конечно очень сильное очень ценное качество особенно когда с огоньком с удовольствием и так далее это вообще здорово но что сказать надо заниматься таким делом которые тебе нравятся 1 и которая дает как бы какую-то ценность имеет для других людей создает какой-то продукт или какую-то услугу которые люди готовы воспользоваться или хотели бы воспользоваться или готовы много заплатить или немного чтобы воспользоваться вот и представьте себе такого несостоявшегося например художника который что-то хотел сказать но как-то так то ли не сказал то ли его не услышали вот он рисует там для себя да и у него не покупают или вот он писатель он пишет в стол и никто не публикует но ты можешь даже вот сегодняшнем мире проще ты можешь повесить куда-нибудь там в интернете а никто не читает вот как с этим быть поэтому конечно очень здорово быть востребованным есть люди которым абсолютно наплевать на востребованность вот он этим занимается потому что ему нравится ему на всех наплевать этим проще понимаете они чувствуют себя реализованными без того чтобы кто-то воспользовался продуктом их труда это счастливые абсолютно люди им никто не нужен в эти большинству из нас все-таки как-то приходится обращаться к окружающему миру и спрашивать себя что нужно этому миру и искать вот это совпадение того что тебе хочется делать и того ну ты любишь с удовольствием бы делал и того что вообще востребовано и некоторая открытость в добавлении к варкоголизму это вообще замечательное качество плюс конечно вам неплохо бы английский подучить то есть века и вы конечно можете замкнуться на последующие 20 лет на соотечественник но вообще-то лучше английский подучить и тогда поле как бы вашей деятельности не ограничено может быть вы даже никогда не спрашивали себя чем бы вам хотелось заниматься потому что вот этот варкоголизм все время держал вас в состоянии человека занятого которому некогда было посмотреть по сторонам и спросить себя а что же я действительно вот если бы меня на выбор было чтобы я делал если можно было выбрать все вот что касается того что есть в соединенных штатах например ну вот из очевидного да вот вот мне как человеку который здесь 28 лет и я вот смотрю по сторонам и я вижу как реализуются люди в разных профессиях и с разными интересами к жизни но я не знаю как там будет из для человека из правоохранительных органов но например очень востребованы детские садики это может быть маленький садик это может быть побольше садик маленький имеет тенденцию разрастаться средненький имеет тенденцию становиться крупненьким ну зависит от человека который ведет этот бизнес но это безусловно востребовано вот в таких местах например как мы живем да это очень востребовано масса людей которые хорошо зарабатывают и в общем то нет смысла маме сидеть дома если она зарабатывает там скажем за там в четыре в пять раз больше чем надо платить нянечки да допустим нянечки они платят я не знаю там 15 18 20 долларов в час вот а мама зарабатывает там нет 150 тысяч конечно есть смысл маме работать и квалификации чтобы росла там во случае не снижалась и так далее то есть работающие профессионалы они с удовольствием вот там отдают ребенка в садик или там берут с проживанием если побогаче там кого-то к себе но в садик это уже бизнес это уже люди зарабатывают и в общем очень прилично могут зарабатывать если в состоянии прилично поставить дело то есть помимо того что вы любите детей вам надо еще научиться вот этим всем руководить а если вы хотите что в башсаде кросс вот то соответственно научиться с людьми работать которые выполняют непосредственно работу с клиентами так далее так далее это как бы некий некий такой бизнес вообще надо сказать что в америке половина населения работают в малом бизнесе это не значит что они владеют малым бизнесом но работают в малом бизнесе вот допустим я считаю что портнов компьютер скул там вот наша на которой я руковожу владею там 10 человек сотрудников причем несколько удаленных у нас три человека работают из дома один в сша в украине женщины и в москве значит так вот ну на кампусе как бы у нас помещение там где-то там восемь человек ну и это малый бизнес знаете но вот мы в нем работаем поэтому половина населения страны работает в малом бизнесе соответственно вы можете работать в малом бизнесе в чужом в своем например да вы можете потихонечку если сил много то вы как бы неминуемо вынырните в чем-то таком вот если энергия такая да и как бы вас тянет к чему-то и вы делаете с удовольствием вы очень легко можете вынырнуть в каком-то малом бизнесе тут сильно зависит от знаете чего от того насколько бизнес требует денег для того чтобы его стартовать вот я например начал эту школу потратив 200 долларов 200 долларов были потрачены на объявления в газете вот собственно вот вот весь мой расход и потом так потихонечку потихонечку она разрасталась но у меня правда была работа и я с нее жил зарабатывал поэтому я думаю что и в вашем случае как и в общем то со всеми нами в основном происходит мы сначала выполняем какую-то работу которая нам ну просто вот дает возможность жить и осмотреться вот приехал новый человек ну какая разница чем он там занимался первое где я начал какую-то копейку зарабатывать маленькую такую совсем копеечку я там вышибал и был в магазине вот целый день разговаривал с хозяином прошли никто туда не заходил и вот английский свой улучшал мне еще давали 20 долларов в день эти вот менять никак не нагрузила и не не унизила там и наоборот я с большим удовольствием вспоминать поэтому вы будете делать какую-то работу прямо сейчас например какой-то работы очень много но даже в самые неблагоприятные времена я могу сказать что не то что вот люди с разрешением на работу но даже нелегалы будет из той же мексики миллионы людей они работают где-то поэтому если человек так как бы относится к делу с позитивным таким настроем то соответственно у него всегда есть какая-то работа и он как-то там живет выживает надеется на будущее учится улучшает язык думает мечтает и потихонечку движется вперед вот если его интересует будущее когда вот он говорит ну сегодня понятная в пути сегодня я же еще не достиг результата я пока в пути вот и вы так значит начнете с чего-то начнете разбираться если вы к чему-то тяготеете вы можете начать например просто работать в таком месте чтобы понять этот бизнес этот вид деятельности это может быть детский садик вы можете работать в садике у каких-то других людей вы можете работать в парикмахерской можете скажем освоить профессию там если вам нравится я не знаю может вам не нравится но если вам нравится вы можете освоить профессию там я не знаю массажиста или салон красоты какой-то эстетишнс я не знаю как по-русски правильно сказать вот эти люди которые делают там массаж лица я не знаю как какую-то карта вы лучше знаете я не буду пытаться определить вот вы Вы можете быть тренером по, я не знаю, по физкультуре и спорту. Здесь вот вся страна ходит там и тренируется, и занимается, и нужно, потому что люди ведут такой образ жизни, сидячий, лежачий, полу, не знаю, там, на одной ножке и так далее. Если хотите, может быть, вы сами такая, какая-то спортсменка, атлетка там и так далее, я не знаю. Но все это зарплата, все это деньги, все это дает возможность жить, развиваться и так далее. Скажем, на мужской стороне я бы вас начал спрашивать, а вы там рукастый, а вы любите строить и так далее. То есть, может быть, вы бы там в строительство пошли, это абсолютно такая громадная область, тут много чего строится, ремонтируется там и так далее. Ну, скажем, если я так правильно понял, что это женщина, ну, значит, мы строительство тогда отбрасываем. И, допустим, работу на траке мы тоже отбрасываем. Потому что есть такая мужская работа, вот сел на трак там и фигачишь. Вот, но это как бы вот, я не считаю, что это женское такое занятие. Вы можете переучиться на что-то, на что многие переучиваются, вот женщины. Очень многие переучиваются на бухгалтерию. Это не такой несложный процесс, это не нужно делать дома, переучиваются уже здесь. Можно там за месяца три чему-то такому подучиться, чтобы уже пойти работать. И так потихонечку доучиваться, переучиваться, двигаться в этом направлении. Очень многие переучиваются на медицинские специальности. Тоже я не знаю, насколько вам это близко. Тоже там есть курсы, когда там месяца три ты позанимался, уже можешь выполнять какую-то работу. Ну, медицинской ее трудно назвать. Ну, вот типа такой там нянечки, да, там день при госпитале. Вот там, вот. И дальше потихонечку, полигонечку там пройдет, там 3-4-5 лет, и вы уже можете быть на очень приличном уровне. Если вам хочется быть в медицине, медицина как бы такой вот бизнес, что вроде, не знаю, люди здоровее не становятся, живут дольше, находятся в таком состоянии, когда помощь нужна дольше. Это растущий бизнес. В целом по стране не хватает медперсонала. Бывают в разных обстоятельствах, там разные ситуации, но в общем, в общем-то, это неплохо, если тяготение такое есть. Это вы работаете по найму, в хороших условиях, вам там платят денежку приличную, пенсионные планы, все дела. Единственное, что там может быть сменная работа и так далее. Но уж такой варкоголик, там может быть вам, может быть, ничего. Вот. И существенно то, что если человек, как вам сказать, Америка такая страна, мое личное такое мнение, Америка такая страна, что если человек добросовестный, работящий, то в общем-то он имеет, ну, как бы, привичную жизнь. Если он еще и соображает при этом, что у него какое-то видение есть, понимаете, вот, это человек, которого вообще остановить не может ничто, никаких пределов сверху нет ограничений. Он может достичь абсолютно любых высот, если еще и соображает. Но если просто трудолюбив, честен, то он, в общем-то, нормально живет. Так бы я охарактеризовал. В общем, ищите себя, ищите. Вы можете составить список, там, допустим, из десяти разных вещей, которые вы хотели бы делать. Можем отдельно посмотреть на этот список, и я бы там высказался по списку. Потому что сейчас у нас такая история более общая, да? И напоследок у нас был вопрос, чем занимаются люди, которые себя не нашли. Понимаете, не найти себя – вещь субъективная. То есть, может быть, он делает чего-то, что девять человек из десяти ему даже завидуют, а он себя не нашел, понимаете, субъективно. Может быть, он делает что-то, что ему предоставляет радость, а вы на него смотрите и сочувствуете, говорите, да, не нашел себя человек, вот он что-то такое. А ему нормально, и он себя хорошо чувствует. Значит, мое такое отношение к этому довольно простое. Человек ощущает себя не нашедшим себя. То, что другие думают, наплевать и забыть. Значит, но субъективно он может сказать себе, что вот он не там находится, где хотел бы находиться, где должен был бы находиться и так далее. Это происходит из-за того, что он либо намечтал себе что-то, но вот это не его, понимаете, и он там никогда рядом не стоял. Ну вот у Васи получилось, да, ну так я тогда тем более могу. Не-не-не, не факт. Вот как только начинается, но если он может, вот в этот момент уже проблема я уже знаю заранее. Я видел много таких разговоров, поэтому, и что потом происходит. Поэтому он либо нереалистично очень подошел и никак не может этого принять, потому что как только он это принял, он сразу начинает выкарабкиваться и идти туда, куда надо было бы идти. Но если он отказывается принять, что он не рассчитал, что он как бы неправильно спланировал, недооценил, переоценил и так далее, и так далее, когда он уперся в это, вот тогда у него возникает проблема. Следующий момент, что может быть. Бывают люди, которые тоже из области как бы недооценил, переоценил, которые просто не способны к производительному труду. И они просто не могут работать, я таких людей знаю. Он может разговаривать, он может конючить, он может нудить, он может всех вокруг обгаживать дерьмом и так далее, и так далее, но он работать не может в принципе. То есть таких людей тоже много. Я не думаю, что я описываю какой-то образ, который вам непонятен, что вы никогда в жизни таких людей не видели. Я думаю, что вы их видели предостаточно. Вот это такой образ. И есть еще категория людей, которые никогда не бывают довольны. Им все должны, они что-то вот там, ну я не знаю, вот недоволен человек. Это не важно, в какой стране он живет, это не важно, что у него есть. Всегда кто-то виноват, всегда что-то происходит. Есть люди, которые не умеют получать радость от жизни. Вот все у тебя есть, а он не рад. Такие тоже есть. И можно сказать, что он себя не нашел, но может быть он в другой жизни себя найдет. Это не связано с Америкой никак. Абсолютно. Поэтому люди веселые, независимо от того, в какой стране они живут. Вот я был веселый там в СССР, я и здесь веселый. Понимаете, и настроение всегда хорошее. Если никто специфически не испортит, то что бывает крайне редко. Значит, у меня всегда хорошее. Не потому что что-то, просто родился такой. Поэтому, вот бывают люди, родились такими, что не могут работать. Бывают люди, которые родились такими, что им, они хотят получать от мира, но ничего ему не давать. Есть люди, которые просто хотят конючить, и конючить, и конючить, и конючить. Они вампирят чужую энергию. И таким образом они как бы подпитывают себя. Это просто форма существования. Вот, собственно, и все. Поэтому им не так плохо. Они не нашли себя просто потому, что вот путь к нахождению себя они проходить не хотят. Он известен. Абсолютно все известно. Вот вы можете поговорить со мной, вы можете поговорить еще с кем-то более-менее разумным. Вам скажут примерно одни и те же вещи. И они их слышали тысячу раз. Но так они не хотят. Хочется какого-то особого пути, понимаете? Такого, чтобы вот как-то так и сразу. Я вам расскажу случай такой. Это было много лет назад. Тогда только-только начались все эти перестройки, коммерческая жизнь. И я оказался в каком-то туснике там коммерческом. И там был мужчина. Ему было тогда лет 55, а мне было там 30, не знаю, там 3. Вот. Он был такой, он был фотохудожник. И вот этот фотохудожник, он такой был разбитной мужик. И он мне, значит, рассказывал, ну, просвещал меня по бизнесу, значит. Как бы мы с ним пытались вместе, может быть, там что-то сделать. И он мне говорит, понимаешь, говорит он, есть две концепции исторические, есть две концепции развития бизнеса. Вот, значит, русская, говорит он, и еврейская. Он меня этой мыслью исключительно заинтересовал. И потому что я такого никогда не слышал. Лохметкин его фамилия, его звали Борис Лохметкин. Вот. Совершенно очаровательный мужик, я с большим удовольствием вспоминаю. Вот. Этот Борис Лохметкин говорит, есть две концепции. Я говорю, и как же отличаются? Но он, знаете как, он как человек искусства, он, конечно, прикольщик был такой, подначивал. Но он говорит, смотри, говорит, еврейская концепция, она такая, значит, старая, как мир. Значит, состоит она в том, что надо много работать, и что результат сразу не будет, но будет со временем. Значит, если ты будешь много работать и так далее, оно со временем появится. Я говорю, а русская? Он говорит, а русская другая. Он говорит, это когда денег, первое, сразу, второе, много, третье, не работая. Я, ну, я ему говорю, ну, как же, ну, а как? Как вы себе это представляете? Может быть, вы пример какой-то приведете? Он говорит, конечно, говорит, легко. Вот, говорит, идешь по улице, видишь, там идет мужик в норковой шапке. Разогнался, схватил шапку и ходу. Я говорю, и? Он говорит, ну, как и? Вот смотри, говорит, денег много, сразу, и не работая. Понимаете? Ну, это такая, как бы сказать, немножко утрированная форма. Но если вы переработаете ее, так сказать, применительно к тому вопросу, который там создавался, который задавался, это примерно то же самое. Много, сразу, и не работая. А если вот, допустим, много работает, так это, конечно, дурак может. Если не сразу, ну, так это то, это у всех так. Понимаете? А так, чтобы сразу, и много, и не работая. Вот, и вот и не состоялся, вот и не получилась жизнь. Понимаете? Хотел как лучше, а жизнь не состоялась. Или как там это было написано? Не могут подняться. Наши, которые не могут подняться. Хочется подняться, но быстро, сразу. Быстро, много и не работая. В основном, вот как бы в этом деле. Бывают трагические случаи, бывает человек заболел, просто здоровья нет. Бывает психического здоровья нет. Разного здоровья бывает, что нет. Так, я тут на улице стою, препятствую людям двигаться. Ну, в общем, короче, друзья, я с вами прощаюсь. И вот будут еще вопросы, задавайте, потому что если вопрос не будет, то мне тогда и ответить нечего.